но да конечно я очень ценю русский язык и русскую культуру русскую живопись и самое раннее это то что я видел это было в москве а потом уже в лондоне и во всей европе вот я здесь написал свою подпись на арабском например на арабском это ваша подпись вы знаете еще и арабский язык нет я его не знаю я учил европейские языки но а какие языки вы знаете я вот говорю каждый день на итальянском с евой и я вот раньше я ездил очень много в румынию учил немножко румынский язык школе учил немецкий и французский то есть учил я много разных языков но свободно я говорю на итальянском русском и в основном на английском конечно а как удалось сохранить русский язык в абсолютной чистоте и в абсолютной полноте мои родители меня снабдили огромной библиотекой и дали мне шанс читать и попросили меня писать письма потом вот бабушки я все детство занимался русским языком смотрел кино на русском и ездил в россию каждое лето поэтому я общаюсь очень много с русскими в англии тоже это художники или это все разные да и художники просто есть вас русские художники друзья здесь русские как он я учился с двумя русскими художниками вот миша левин который сейчас москве и аси лукина которая сейчас в израиле то есть у нас была в университете такая группа не только русских но был и русский язык всегда вокруг меня я же не один я сейчас работаю с детьми очень многие из них русские и и я их учу на русском языке но я также учу их на английском у нас урок и так и так идет вот а его мою девушку я учил по итальянски рисовать вы ее учили бы а говорили в смысле думаю да понятно да то есть на итальянском языке вы с ней общаетесь она тоже художница да 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 она как только со мной познакомилась она стала заниматься вот вот так может быть завтра я начну заниматься живописью может быть вот здесь она свой портрет нарисовала это она сама нарисовала да вот а как много лет с ней вместе три года и за три года человек стал художником это дорожающий причем за два даже назад рисовала удивительно совершенно ну я и дал все свои знания и водил ее на свои группы рисования присутствовал на сотни классах и она тоже так же вот вот вы вдвоем два художника живете вместе да то есть в принципе жизнь как бы едиными интересами а вы рисуете занимает как это пишите картины наверное наверное не писать до живопись но я я не только делаю законченные картины вообще все основано на рисунке на его приходит сюда в студию она делает вот тут тоже вот она вот эти головы сделала замечательный она вот эти марионетки сделала то есть у нее она впитала то что я делаю но она делает это по-своему и я общаюсь со многими людьми которые приходят и многие из них рисуют не все время и поэтому я не считаю что нужно всем быть художниками и работать 24 часа над этим но я уверен что почти у всех людей есть это вложены в их мировоззрение и какой-то какую-то часть время они могут заниматься этим это как также как писатели играть музыку или там читать книги считаю что рисовать это это прекрасный визуальный язык которым могут пользоваться многие люди и потом уже это и помогает смотреть на другие картины и не только мои то есть я же я же просто одна капля в море из тысячи художников живых и мертвых поэтому я я очень много хожу смотрю на другие картины их срисовываю вот сейчас на этой неделе я был на двух выставках я был на бронзе и потом я был на северном ренессансе вот и я там с собой носил блокнот и срисовывал очень очень много скульптур и это очень важно для меня все время ходить и смотреть на другие примеры примеров очень многое в лондоне например очень много выставок так что я каждую неделю на какую-то выставку хожу замечательно а вот и знаете еще какой вопрос а вот творец он создает произведение это допустим литература музыка живопись и вот вы очень молодой человек и но вы же понимаете что ваши картины останутся ну по крайней мере на несколько столетий потому что картина картина живет намного дольше чем живет сам художник ну картины они тоже имеют свою жизнь у них иногда что-то царапается их там оставляют сером пространстве каком-нибудь там не знаю мокром помещении то есть картины у них тоже есть своя жизнь они не вечные вот мраморная голова может быть или бронзовая на чуть подлиннее повечнее а где вы взяли такой большой кусок мрамора а я в италию я сделал и вот у одного итальянского скульптора две недели провел и учился рубить мрамор и я привез это обратно то есть отрубить лишнее да с мрамором такая вот или с деревом такая проблема что обратно не добавишь поэтому приходится с блока четырехстороннего или шестигранного блока перейти в те переломы форм которые хочется потом уже добавлять детали но не слишком много отрубить как можно вот сделать так что вот переливаете настолько гладкие настолько мягкие инструментами стаместками наждачной бумагой и вы это вот потом отшлифовывать до мельчайший вот вот чтобы все это было ровненько и гладенько да от огромного грубого блока до микроскопического пространства и все и вот структура вот этой скульптуры она сохраняется у вас голове и вы ее буквально руками копируете осознаю осознаю своими мыслями своим своими идеями то есть я захотел сделать длинную голову я ее придумал сам но до этого я делал много разных голов и да это это такая работа а вот лепка она наоборот ее можно слепка из воска там очень легко добавлять да это это специальный воск для скульпторов вот и потом скульптуры так воски остается ли вы ее делать если она если она не тает на солнце конечно да вот возьмите кусочек она с пальцами начинает нагреваться и и быть сгибаемый то есть вот и такую бронзу сделал из воска потом уже отлили в бронзу а где брали бронзу я поехал к одному скульптору который румын но он здесь здесь жил 15 лет вот его зовут мирча роман я приехал к нему в гости в бухарест и там на литейке слепил вот эту работу и был в его студии окружен его работами ему лет где-то где-то 50 с чем-то уже а вот я и я выучил немножко румынский язык и с ним общался и мы в общем провели лето там в то время я ходил туда несколько дней лепил это потом оставил это на литейке вот а в лондоне я отлил тоже одну бронзу и сделал все от и до сам в художественной школе где учился слэйд и там я тоже одну головку сделал у меня в квартире очень много тоже разных скульптур и картин так что там в общем это не все что я сделаю здесь только маленькое количество а расскажите немножко про школу принца чарльза где вы учитесь закончили уже значит когда закончил слэйд это был университет четыре года я подал на мастерс в рисовании как-то не странно то что я вот уже отучился и живописи и работа в скульптуре и в кино я захотел все-таки сосредоточен на вот на бы на корни на этом языке который в основе всего чтобы продолжать делать картины и скульптуры но я пошел в эту школу где мастер столько рисунок ну то есть только рисунок нас учили делать и краску и и гравюры но в основном мы делали рисунки с моделей и каждый день почти были разные классы на которые ходил и там очень традиционное образование и там они они считают что художник должен в первую очередь рисовать и смотреть то есть observational work как будет рисовать натуры рисовать с природы и и брать природу как правду а потом уже из нее что-то лепите и делать поэтому я там проучился год мне давали студию и после этого я ходил на другие курсы у них вот в этом году я ходил на скульптурные курсы у них есть студия в кендингтон палисе и там мы делали скульптуры вот похожие на вот это но они меня то вот эту по-моему я сделал там с натурщика туда приходил натурщик и мы делали вот эту фигуру какой смешной с него но это в глине но значит я его еще делал с рисунков родена и микеланджело то есть мы делали рисунки виктория алберт музеи потом мы их копировали и и пользовались чтобы сделать трехмерную модель и значит я ходил на разные курсы там многие курсы это иллюстрации поэтому мы читали какие-то рассказы потом уже рисовали рассказы а потом значит я они меня учили делать все эти краски и в конце года я был даже приглашен виндзор я встретился с принцем чарльзом и ему сказал огромное спасибо во всем за то что он поддерживает художников вот у меня спросили про него как художника я увидел его акварели он рисует как любитель ну как я говорю как очень многие люди рисуют для них это это может быть хобби но все-таки у них есть вот это творческая труд творческий заклад и творческая жизнь на каком-то уровне и он очень любит коллекционировать искусство у него у него в библиотеке были рисунки леонардо и он повесил эти рисунки тогда ему было 60 лет и поэтому он показал свои рисунки рядом с рисунками леонардо но в общем мы с ним очень кратко поговорили и он был очень веселый такой дядя он шутил со мной с моделями с другими художниками но главное что это очень очень важно что он делает там что он дает художникам возможность развиваться и им дает хорошее образование и место где они могут этим заниматься то есть он в тот год я получил огромный шаг вперед и если бы не это то я бы после нормального образования остался все-таки немножко недоученным немножко не знавшим что такое основа рисунка и даже в истории искусства там очень много преподавали у него две школы есть одна школа называется крафт-скул то есть ремесленническая школа вторая школа рисунка и у вас теперь мастер дигри да это считается как пост градю дигри да то есть как мастер диплом но на этом образование не заканчивается только начинается потому что вот в ранние 20-е годы художник только начинает понимать что он будет делать всю остальную жизнь совершенно потрясающе что у меня заканчивается батарейка хорошо и вот вы так хорошо сказали под конец что я желаю вам ну чтобы эта мастерская расширила границы чтобы ваши картины выходили в мир и чтобы люди могли увидеть то что то что вы можете им дать вот это огромная философия житейского мира и чтобы мир знал ваше имя как выдающегося художника но спасибо мы спасибо вам огромное за то что вот все это рассказали совершенно удивительно спасибо я очень рад приходите еще